Работа России, время возможностей. В колледже провели второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства. В городе разыскивают владельцев машин. В Муравленко продолжается работа по вывозу бесхозных автомобилей. Законодательная инициатива. Депутаты предлагают добавить выходные опекунам совершеннолетних детей-инвалидов. Ржавые брошенные автомобили во дворах – тема не новая. Они не только портят внешний вид придомовой территории, но и создают помехи спецтехнике и работам по благоустройству. Сегодня в городе насчитывается 15 брошенных автомобилей. Специалисты управления ЖКХ ведут розыск собственников. Битые со спущенными колесами нередко вросшие в землю автомобили можно встретить в разных микрорайонах города. Они все время стоят на одном месте, становятся местом для игр детей и могут нести опасность. Эти автомобили возле Ленина 117 стоят мертвым грузом уже не первый год и явно не красят внешний вид благоустроенного двора. Мы живем с мужем уже в течение года в этом доме. И постоянно, когда выходишь на прогулку либо с собакой, либо еще с кем-то, у нас постоянно этот хлам стоит на заднем фоне. Это не очень красиво, не очень эстетично. Этой зимой сама была свидетелем такого случая, когда дети лазили по сугробам и случайно упали на капот машины и разбили лобовое стекло. То есть это очень травмоопасно для детей в первую очередь. Хотелось бы, конечно, чтобы привели этот участок в порядок. Там посадили какие-нибудь клумбочки, цветочки, что-нибудь такое, чтобы было. И, конечно же, убрали эти машины. Муравленковцы проявляют бдительность и обращают внимание властей на проблему автохлама. Так, например, с просьбой решить вопрос брошенных машин на улице Российской, главе города Елене Молдаван обратилась жительница города в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте. Елена Викторовна, помогите навести порядок. У нас на Российской целый склад устроили своих старых машин. За домом много машин уже в землю вросли. Глава города отметила, что этот вопрос стоит на повестке и решается в рамках законодательства. Надо отметить, что после того, как весь снег растаял, провели полную ревизию, обследовали, выявили вот таких 15 автомобилей, которые с признаками брошенных, как мы говорим. По двум уже определены, то есть собственники сами вывезли, то есть они нашлись и убрали. Ну а по остальным работа продолжается, она будет продолжаться, но в соответствии с законодательством. На этот автомобиль со спущенными колесами в микрорайоне Российском в ЖКХ пожаловались жильцы двора. Машина занимает парковочное место и мешает очистке снега. В то же время просто так вывезти автохлам со двора коммунальщики не могут. Это обязанность собственника. Специалисты на обращение отреагировали, провели обследование, сделали запрос по поиску владельца в МВД и управляющую компанию. Если собственник не найдется, транспортное средство признают бесхозным и только тогда эвакуируют на спецстоянку. В настоящий момент у нас выявлено около 15 транспортных средств. Список, конечно же, ширится по мере обследования территорий города. В настоящее время проводится работа по выявлению собственников, направляются соответствующие запросы в управляющие организации, в МВД. Целью установления собственников также непосредственно перед выводом информации будут размещаться на официальном сайте города и социальных сетях. В 2022 году по решению городского суда бесхозными были признаны пять автомобилей, их эвакуировали на спецстоянку. Самостоятельно автовладельцы вывезли со дворов 13 единиц техники. Добавлю, что по закону размещения машин, состояние которых исключает их эксплуатацию на территории города, запрещено. Штрафы могут достигать 3000 рублей, а за повторное нарушение – до 5000. Сообщить о брошенной технике во дворе можно по телефону управления ЖКХ. Алена Гафарова, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Ямальские законодатели предлагают предоставлять родителям-опекунам недееспособных совершеннолетних детей-инвалидов дополнительные оплачиваемые выходные дни. Обращение о внесении изменений в Трудовой кодекс направили в правительство России. Сейчас один из родителей ребёнка-инвалида имеет право на один дополнительный выходной в неделю. Однако это право утрачивается после совершеннолетия ребёнка. Если мы говорим о недееспособных детках, то есть 18 лет, 19 лет, 20, не меняется тот комплекс ухода, те мероприятия, которые родители вынуждены оказывать. И родилось такое обращение от общественной организации «Необычные дети Ноябрьска» о том, чтобы именно категории детей недееспособных, где родители вынуждены заниматься этими детками, их лечением, какими-то мероприятиями, которые профилактика, реабилитация, и убрать вот этот вот сенс возрастной. Отметим, в настоящее время в округе проживает 413 опекунов недееспособных инвалидов с детства. Из них только 139 продолжают свою трудовую деятельность. На базе Муравленковского многопрофильного колледжа провели второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она объединила 12 предприятий и несколько десятков соискателей и выпускников колледжа. Главное кадровое событие «Лето» объединило на площадке колледжа выпускников учреждения и работодателей социальных партнеров службы занятости населения, которые испытывают нехватку работников. Каждый год сталкиваемся с нехваткой кадров именно рабочих профессий. Поэтому сегодня пришли сюда в надежде хотя бы познакомиться, познакомиться с нашей компанией, что мы есть в городе. Зачастую нам требуются трактористы, водители кранов-манипуляторов, крановщики, электрогазосварщики, сварщики, даже подсобные рабочие дворники. На ярмарке трудоустройства выпускники общаются с работодателями, узнают о наличии вакансий в интересующей организации, требованиях квалификации и условиях труда. Для каждого это возможность заявить о себе и найти подходящее место работы. Я окончил с диплом отлично, учился на разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Довольно востребованная профессия, тем более у нас на Ямале. Сегодня это мероприятие может сыграть одну из ключевых ролей в нашей профессии, так как это некие предложения от работодателей, которые мы можем рассмотреть, также подастся и выбрать то, что нам по душе и пойти работать. В целом в этом году из колледжа выпустились более 120 человек, 28 из них уже устроились на работу, еще 25 получили предложения. Трудоустроить ребят – важнейшая задача команды учреждения. Для этого во время обучения все студенты проходят производственную практику на предприятиях, сдают квалификационные экзамены по модулям, на которых присутствуют работодатели. Благодаря этому многие юноши и девушки находят работу, еще будучи студентами. Многие студенты, начиная с третьего курса, уже трудоустраиваются и работают на предприятиях, и обучаются по индивидуальному образовательному маршруту. Вот, как я уже сказала, на сегодняшний день у нас работает, ну, с учетом третьего курса, да, 48 человек по такому графику. И студенты приобретают опыт, повышают разряды, и на выходе уже специалисты те, которые непосредственно требуются работодателю. В ходе встречи были подписаны четыре целевых договора между выпускниками колледжа и детскими садами «Дельфин», «Церемок» и «Ладушки», согласно которым сегодняшние студенты будут гарантированно трудоустроены на должность воспитателя с 1 сентября текущего года. Соглашение с детсадом «Дельфин» заключила и Юлия Катанова. Я в других садиках проходила практику, но так как у нас были, ну, можно сказать, открытые экзамены, к нам приходили с детских садов и видели. Предложили, и я пошла. Ну, а раз предлагают, то почему бы сразу же не взяться за этот шанс и пойти дальше же. Добавлю, что всего с начала года на Ямале стало почти на 20% меньше безработных. Сейчас в округе один из самых низких уровней безработицы в России. Количество вакансий значительно превышает число соискателей. В Муравленко численность безработных – 60 человек. При этом в банке вакансий на сайте работы России более 760 свободных рабочих мест. На сегодняшний момент, как мы уже и говорили и ранее, что Ямал, он у нас очень трудодефицитный. Не хватает рабочих специальностей. Работодатели просят именно работников рабочих профессий. И поэтому мы вот в сотрудничестве и с колледжем, и с учебными организациями проводим такую работу. Ярмарка трудоустройства в этом году проходит в городе во второй раз. После мероприятия, которое прошло весной, трое муравленковцев нашли подходящую работу. Еще трое открыли собственное дело. Алена Гафарова, Сергей Лукович, новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muralinko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин